И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим добывать нефть, конечно же, в этой великолепнейшей игрушке под названием Турмойл, и эта музыка в самом начале прямо уже какой-то теплоту мне нагоняет, так нравится всё время с вами под неё здороваться, а ну да ладно, вот наше село снова, и что же в предыдущей серии мы сделали, ребята, мы купили наконец-то себе бур, хоть это было и дорого, это стоило 30 тысяч, но теперь мы можем хотя бы нормально бурить, и также мы всё ещё обитаем в новой локации, что очень круто. Правда, у нас в прошлый раз мы почти обошли, но Рикардо, как обычно, вырвался вверх, надо сейчас будет как-то наверстать это упущенное, ну ничего, сейчас мы покажем Рикардо, кто здесь всё-таки главный, апгрейд я покупать не буду, плюс у меня кое-какую очень интересную вещь сказали в комментариях, за что вам огромное спасибо, это мне очень-очень-очень поможет в ближайшее время. Так, давайте возьмём вот эту территорию, у меня такая чуйка, что здесь должно быть неплохо почему-то, или наоборот весьма не очень, потому что никто ничего не перенял у меня, ну ладно, в принципе, посмотрим, что же мы найдём, и тем временем, ребята, если вам нравится Турмойл, вам хочется больше роликов по этой великолепнейшей игрушке, то ставьте, конечно же, лайки, и мы будем проходить её дальше, пройдём её полностью, и тому подобное. Плюс мне тут сказали мега-крутой совет, я надеюсь, что он действительно работает, сейчас я его проверю, когда ребята у меня тут найдут что-нибудь нефть, или две точки найдут с нефтью, и мы посмотрим, действительно ли это так работает, если это действительно так работает, то это мега-круто, я очень жалею, что об этом сразу не знал. Сейчас, скоро вы об этом узнаете, что же это такое, почему-то ребята только очень долго ищут нефть, хотя тут её должно быть вроде как дофига, наверное. Ладно, ставим первую качалку, отправляем её вниз, и надеюсь, что-то здесь есть. Нет, не попал, ещё ниже. Давай, 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 ну блин, а на сколько глубоко-то? О-о-о, всё, камень, блин, мне не нравится ситуация, в которую мы сейчас опять попадаем. Ладно, понадеемся, что здесь мы что-то попадём, пока что там я не буду использовать, потому что там стоит камень, и это, знаете, история будет очень долго продолжаться. И, походу, я всё-таки попал в не очень приятную территорию, потому что, ну, сами видите, как всё у нас не очень прикольно. Фу, хоть во что-то я попал, и хватило на лошадь всё-таки, чтобы я смог хоть какие-то деньги сейчас заработать и не влезать в кредиты. Дело в том, что вы мне сказали в комментариях, что можно от одной башни тянуть несколько, но, как видите, бранч-лимит ричит, и, типа, по идее, это нельзя, я не знаю, почему мне поэто советовали, и я это уже вроде как проверял, но мне сказали, что от одной вышки можно много тянуть. Нет, нельзя, ребята, пока, видимо, нужен какой-то апгрейд после этого, чтобы можно было так делать. Кто-то мне что-то не то советует в итоге. Так, ну ладно, в принципе, в любом случае, спасибо, что даете советы, я буду знать, что в будущем так, по крайней мере, можно будет делать. Такс, ну что, пока нефть продаём, ух ты, ё-моё, что она стоит вообще ничего, как-то быстро успела опуститься стоимость-то, ё-у-у, аж страшно стало от того, что я увидел такую сумму. Пусть сюда пока сгоняется всё это добро, но надо бы нам, знаете, ещё копнуть, конечно же, ещё достичь чего-то. По крайней мере, вот здесь стопудово что-то есть, и здесь, конечно, есть, я представляю, где это находится, но, наверное, надо кинуть сюда хотя бы крота и посмотреть, что же в итоге там, там, там есть что-то такое или нет. В итоге, сейчас посмотрим. Что-то вот оранжевое вижу, похоже на оранжевое, мне надо было, чтобы он ещё поломал, чтобы мы в итоге поняли, но что-то как-то вообще его разбросало, ё-моё. Ух ты, там переполнение, давайте пока заберём отсюда и дальше продаём. Так, ладно, я не буду особо выпендриваться, тогда сделаю вот так, просто не буду я среди камней страдать этой дичью. Будем качать вот так, и я думаю, что это верное решение на данный момент, потом мы исправимся, потом мы что-нибудь придумаем. Сейчас главное выйти в хороший плюс или хотя бы в средний, в средний плюс, скажем так. Так, здесь уже почти всё выкачали, нужно новое село, наверное, поставить. Новое село поставим, новое село поставим, новое село, наверное, поставим. Да, пускай будет, пока пусть скидывают всё, что есть потихонечку сюда. Двух лошадок нам хватает, два села, когда переполнится, потом начнём продавать. Здесь уже всё, здесь уже всё иссякло. Нужен новый даузер, пусть он найдёт что-то неволшебное. Пожалуйста, не подведи меня, нам очень надо, очень, очень нам надо нефть. А то будет всё у нас очень-очень грустно. Ну что, продаём тогда. Нам нужно будет сейчас ещё эту трубу протянуть новую, где-то вот здесь она уже будет тогда получается. Бабки получаем, бабки получаем вроде неплохие. Давайте тогда вот так протянем. Я помню, что зигзагом стоило строить, но сейчас узнаем. Есть, стоит ли нам, не стоит ли нам зигзагом вообще копать. Мне кажется, так учится, что я сейчас опять промахнусь и буду очень сильно грустить, плакать. Буду обижен на всё в этой жизни, походу, потому что я ни во что не попал. Чёрт, у меня начинает гореть. Ребята, начинает гореть, потому что я ничего не могу найти. Так, ну видимо это где-то здесь. Видимо здесь? О, попали, всё. Воу, отлично. Эх, 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 эх. Количество лошадок увеличится или нет? Пока, наверное, так оставлю. Кстати, у меня некоторые спрашивают в комментариях, почему ты не прокачиваешь свои тележки. Дело в том, что он стоит 750 апгрейд. Это, блин, целый косарь отдать за то, чтобы чуть-чуть больше они возили. Мне кажется, что проще купить себе побольше лошадок на эти же деньги. Будет всё гораздо эффективнее, гораздо быстрее. Мы в конце всё-таки всё это дело отнесём. Мне кажется, что так лучше. Поэтому я предпочитаю купить этот апгрейд только в том случае, если реально начинается какая-то хреновая ситуация. Так, давайте ещё одного даузера кинем. Надо что-то ещё в середине найти. В середине так ничего мы и не нашли. Это меня заставляет довольно сильно грустить. И, кстати, вообще, если подумать, то территория, ну, где-то на 30-очку примерно. 30-35 мне такое чувство, потому что, ну, реально как-то здесь добротных вещей мы ещё не нашли по нефти. Вот единственное, что похоже, это вот это вроде как. Здесь как-то пахнет тем, что здесь вроде много нефти. Остальное выглядит, ну, очень скромно, если посмотреть. И главное, чтобы мы в камни не попадали. Тут есть ещё камни. Мы знаем о том, что справа есть где-то нефть, но попасть в неё, ну, весьма проблемно. Так, чуть-чуть не порвало у нас эту штуку. Так, ну, где она? Мы же почти дотянулись. Давай, ну... О, всё, вот она. Е-е-е. Ах, вынуждает меня уже играть зигзагами всякими здесь строиться. Так, ух ты, здесь стендик, смотрите, какой хороший. Давайте всё продадим тогда. У нас уже октябрь пошёл, поэтому надо бы продавать всё по замечательной стоимости. Поэтому быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Быстрее всё сплавляем. Сколько у нас есть, сколько вообще возможно. Надо скорее вынести максимальный профит. Так как в этом заходе мы не особо богатые, скажем так. Уже ноябрь, сейчас декабрь будет. Продавать до конца. Продаем до конца. Или не продаем, блин. Слишком быстро падает. Чёрт, нервничаю, 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 ребята, нервничаю. Ай, чёрт, 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 чёрт. Всё, ладно. Или нет, блин. А, ну, а мне... Мой внутренний еврей говорит потерпеть немножко. Ладно, всё, сдаём, всё продаём. Быстрей, 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 быстрей. А, ха-ха-ха-ха. Чёрт, я плакать хочу, когда я это вижу. Кажется, такие деньги отдаю свою нервь, родимую. Но иначе... Ух ты, ё-моё, сколько там было нефти, но она вся была за камнем. Не думаю, что мы в огромный профит ушли. Мне кажется, что Рикард... Ооо, мы вообще плохо на это разошли. Очень хреново. Но надеюсь, что мы исправимся. Так. Сток-аукцион какой-то появился. Что это такое? Ух ты... Сток-это чтобы... Что это? 56 тысяч, 46 процентов. Так, старт. Ммм, аукцион начнётся какой-то. И попробовать, что ли, в нём поучаствовать. Но мне кажется, что судя по тому, что у них денег в тысячи раз больше, то в аукционе мне, наверное, не стоит участвовать. Поэтому давайте отправимся снова за нефтью и найдём что-нибудь. 40 к 11. Ну, блин, нормальная так-то территория, но что-то как-то не пошло у меня в этот раз. Я надеюсь, что здесь пойдёт. Ну, эта территория выглядит неплохо. Здесь 50 вроде не пахнет. Ну, хотелось бы, конечно, 50 территорию найти. Так. Стоп, я не купил территорию или что? Или я по-любому должен поучаствовать в аукционе? Блин, ну я не хотел бы участвовать в нём, ну ладно. Так, это мне типа надо успеть купить, что ли, или что? Ну, я бы не смог это купить никак вообще. Ну, сами посадите, сколько у меня под деньгам. Ладно, в следующий раз, может, повезёт. И мы купим на аукционе то, что нам надо. Что, даузер, даузер пошёл и даузер пошёл. Все они здесь у нас в работе. Давайте ищите мне мою нефть. Прекрасную. Прекрасная, прекрасная нефть. Сочную. Дорогую. Возможно, даже полезную. Ну что, нашли первую. О, неплохо, расстояние мне нравится. Текс. О, всё, попали. Здесь это, по крайней мере, получилось неплохо. Село, наверное, можно пока не строить. Пусть продаются. И здесь тогда новую ставим. Так. О, 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 о! Вот это, вот это заявочка. Вот так вот мы очень редко попадаем с первого раза. Особенно на этих картах. И вроде как всё неплохо начинается у нас в этот раз. Нефть даже продаём. Можно купить ещё, по идее, лошадку. И мы её купим. И пойдём продадим. Только в правую корпорацию. Пока у них цены хорошие. И здесь нам товарищ ещё машет. Говорит, что у него здесь вроде как всё круто. Ещё двух лошадок. На этом успокоюсь. Пусть пока в село запихивают. И здесь надо новую вышечку взять. И что у нас? По деньгам? По деньгам пока всё скромненько. Поэтому пусть в село накапливают. Правда, село скоро переполнится. Давайте немножко продадим. Всё-таки. Так. И купим ещё одно село тогда. Где его поставить? Сюда поставим. Давайте сюда поставим. Чтобы не пропадала у нас наша нефть. А всё-таки копилась где-то. И как только курс будет наиболее приятный, мы пойдём всё это продавать. Вот. Вот такой курс мне нравится. Такой курс. Это хорошее. Хорошее. Это такой курс показывает хорошее будущее. Знаете? Это как месяц нефти наступил. Что-то в этом роде. Ну, как типа в героях. Что-то примерно такого же. Когда у вас нужный юнит. И наступил его месяц. Вау. Опять попал с первого раза. Ну, слушайте, это прям вообще. Я скажу, какой-то космос начинается. Чтоб я с первого раза-то попадал. Ух. Сегодня, походу, мой день будет. Угу. Я прям чувствую, что мы вынесем с этого захода много денег. И курсы всегда классные. И качаем пока неплохо. И можно ещё даузеров кинуть. Почему бы и нет. Три даузера дополнительных. И продадим ещё немножко по такому курсу. Всё, хватит. Больше не надо. Остальное копим пока всего. Можно ещё, конечно, в село закинуть. Но не знаю. Ну, точнее, ещё одно село построить. Я ещё в село закину. В село они так закидывают. Чуть-то не на стоп. Ладно, ещё одно построим. Время у нас пока есть. Поэтому можно... Можно ещё потянуть. Вышку ещё одну строить не буду. Отсюда пущу тогда вот эту. И надеюсь, что что-нибудь найдём сейчас. Так, ну здесь-то с первого раза попасть... Это мне кажется... Ну, капец, как тяжело. Так, я попал, что ли? Нет, не попал. О, всё. И здесь ещё дополнительно качаем. Нормально, пойдёт. Здесь ещё не закончилось. Здесь офигительный курс. Курс. Курс, 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 курс. Курс замечательнейший. Был, но больше нет. Блин, у меня уже все село переполнены. Что делать, ребята? Что мне делать с этой бедой? Ё-ё-ёй-ёй. И село больше некуда воткнуть. Это максимум по... Силам-силам. Так, всё, сюда сдаём тогда. Продаём здесь оверспилу. Поэтому быстренько исправляем ситуацию. Откачиваем. А здесь тоже... Нефть в пустую не гоним, ребята. Не гоним не в пустую. У нас её очень много. И это пахнет парой десятков тысяч баксов. Походу. И... Ребята, мы, походу, сегодня будем пить дорогое шампанское вино. Не знаю. Но, в любом случае, мы будем сегодня, походу, в ажуре. Ну что? И курс замечательнейший. Всё, всё сегодня здорово. Как-то... Как-то меня радует этот день. Даже лошадей побольше себе куплю. Прокачивать их не хочу. Слишком дорого, мне кажется. Я жадный. Жадный парень. Так. И... В то же время, курс очень-не очень. Да, я знаю, что можно, типа, контракты купить. Мне кажется, контракты довольно глупой идеей. Типа, я лучше так дождусь, когда будет то, что надо. Мне кажется, тогда будет лучше. Лучше дождаться, чем покупать контракт. Возможно, я делаю что-то неправильно. Но... Все мы ошибаемся. А я больше всех. Но в любом случае... Я думаю, что для нас всё кончится хорошо. Думаю, мы справимся с всей бедой. Так, вот здесь я уже сделаю апгрейд. Потому что мне надо будет увезти всё, что осталось. И успеть продать всё, что есть. Так, быстрее, быстрее, ребята. Продаём, продаём, продаём. Но в любом случае 16 тысяч. И насколько я профитнее, чем все остальные. И... А, да! Йес! Снова в плюсе. Хотя, конечно, предыдущий матч мы не особо выкрутились в нём. Но в любом случае, мы вынесли больше, чем все. Значит, тихоньку мы двигаемся к победе. Да. Можно будет даже какие-то апгрейды купить. Но насчёт того, что появился сток. И это очень хорошая тема. Сток-аукцион он есть, да. Но, опять же, я, наверное, не смогу его купить. Ладно, разберёмся к следующей серии. Надеюсь, вам данная понравилась серия. Если понравилась, то ставьте, конечно же, л-войсы. Больше лойсов, больше роликов по Турмойлу. Я стараюсь каждый день выпускать ролики по Турмойлу, потому что он вам нравится. Поэтому пальчики вверх не жалейте, конечно же. Это очень важно. И, если вы здесь впервые, не забудьте также подписаться. Я всегда буду вас радовать новым контентом, разными новыми играми. И теми играми, которые вам в основном нравятся, полагаю. По крайней мере, я всегда на основе лойсов выпускаю ролики. И большинству это нравится. Поэтому, думаю, что я попадаю в те игры, которые вам нравятся. Так что, не грех подписаться, я думаю. На этом все. Увидимся в следующий раз. Хорошего настроения. Не скучайте, не болейте. Пока. И не берзните, главное, да.